и снова здравствуйте с вами Вячеслав Федоткин и хочу рассказать вам как сделать логотип если у вас есть фантазия то все у вас получится а если нет фантазии то я вам расскажу как это сделать и без фантазии в любом случае вам не придется платить фрилансеру дизайнеру типа меня какие-либо деньги и так прежде всего небольшая теория большинство логотипов мы можем разделить на три группы это шрифтовой логотип где мы просто обыгрываем название каким-то шрифтом что-то с ним делаем его как-то модифицируем искажаем и так далее второй тип это графический где у нас идет какой-нибудь графический элемент и третий наверное самый распространенный тип это текстовый плюс графический элемент то есть когда присутствует логотипе и графический элемент и текст мы сделаем как раз последний вариант и так с чего нужно начинать делать логотип прежде всего нужно найти идею идея ищется в вашей нише в общем возьмем тему для примера салона красоты и так прежде всего нам нужно найти идею то есть примерно представить как будет выглядеть наш логотип чтобы нам было проще мы посмотрим что же придумали другие зачем изобретать велосипед все давным давно придумано и так значит у нас салон красоты давайте наберем салон даже не так сайты салонов красоты нам нужны картинки какие-то графические вещи так смотрим ну да здесь все очень разнообразно а нам нужно логотип поэтому давайте более конкретизируем и скажем логотип салона красоты вот и теперь просматривая эти логотипы прежде всего отмечаем что у них общего ну в чем они повторяются скажем так да и какой нам больше нравится вот если пообщему то мы можем обратить внимание что обязательно это какие-нибудь вензелечки то есть что-нибудь такое шрифт рукописный в большинстве случаев конечно не всегда но какие-то вот элементы с лицом связанные да кинь бабочки цветочки давайте тогда начнем переходим свой photoshop открываем новый документ нажимаем control n 800 на 600 300 точек это неважно rgb белый окей так прежде всего пишем наше название пишем красота так сразу его увеличь замечательно и смотрим это у нас стандартный ареал нам нужно потому что мы видели выбрать какой-нибудь рукописный шрифт и начинаем ее подбирать александра ну неплохо ну только ка у нас выделяется остальное как-то так анжелика вот замечательно да довольно приятный шрифтец так но чтобы он не был таким простым мы возьмем и поменяем у него заглавную букву аврора во уменьшаем ее немножко замечательно ну что ж если мы хотим остановиться на первом варианте только нашей красоте остается только подобрать цвет такой вот такой в принципе мы можем удовлетвориться и этим если мы куда-то торопимся и нам достаточно такой красоты но хочется сюда добавить конечно же какой-то графический элемент и так переходим опять в поиск и теперь ищем женский силуэт да то есть силуэт женский а надо было наверно женского лица но сейчас посмотрим вот здесь кучка женских лиц до принципе можем взять их ну не знаю мне они не шибко нравится давайте возьмем что-то более ажурное то есть что было это более легкое изображение ну вот например что-нибудь вроде этого да давайте посмотрим это у нас что это женский силуэт клип-арт с применением стилей стили мы сами можем применить нам нужно без стилей возьмем вот этот без стилей просто правой клавишей копировать картинку переходим photoshop и просто вставляем картинку control v control t масштабируемые и теперь нам черное нужно заменить на белый розовый начал заменится то есть просто делаем инверсию control и пам уже хорошо теперь то что зеленое у нас должно быть черным например control shift l это у нас автоматические уровни уже неплохо делаем ей прозрачность то есть нам белый цвет нужно убрать оставить темный это значит режим умножения но мрачноватая она у нас там сразу мы видим мрачноватая нам нужно черный заменить на вот такой темно-красненький на бордовый идем настроечные слои говорим карта градиент применяем ее только к нашему изображению сальтом зажимаем щелкаем между слоями но ведь она у нас толще и как-то не сочетается то есть нам по-хорошему нужно ее уменьшить так уменьшаем ну вот что-то уже уже что-то да как то хочется еще что-то попробовать и в конце концов что мы привязались к этой к одной картинке давайте мы ее пока уберем возьмем что-нибудь другое поищем еще так ну что ж вернемся к нашему поиску и посмотрим еще какой-нибудь портрет вернее силуэт вот кстати вот давайте посмотрим что это у нас это у нас схема вышивки женский силуэт оригинал ну что ж замечательно мы вышивать или не будем но почему бы нам ей не воспользоваться копировать картинку переходим photoshop control v сразу уменьшим ее немножко control t с шифтом сальтом чуть-чуть уменьшили делаем ей прозрачность помните умножение замечательно да но смотрите уже получше получше так она у нас теперь прозрачненькая теперь что теперь нам нужно найти ей место куда мы ее поставим пример а вот если вот сюда а вот сюда по моему уже совсем неплохо так сразу предлагаю цвет у нашего логотипу красоты поменять на более яркий чтобы он соответствовал губам вот такой да уже хорошо да но что то нам еще не хватает с надписью потому что здесь у нас присутствует красный и черный давайте то надписи тоже какой-нибудь черный дадим как мы его можем дать да очень просто давайте дадим его видеть тень потому что если мы дадим обводку но это получается ужасно сами видите тогда давайте дадим ему тень давайте вот так посмотрим ну что что вы скажете мне кажется имеет место быть то есть вот так примерно минут за десять не сильно то и напрягаясь мы что-то сделали вот и все секреты да кстати когда вы берете картинки из интернета не забывайте смотреть вдруг там стоит какой-нибудь копирайт ну что типа это принадлежит кому-то и так далее ну на всякий случай чтобы потом не возникли каких-нибудь претензий хорошо я вас предупредил ну что ж творите выдумывать пробуйте а я вам подскажу как это сделать до новых встреч